если я поеду в Тулу на выходные, то есть это нельзя считать отдыхом 4 эспрессо в Американо освежейшее будет, это февральское человек может двинуть кони, если он это выпьет вообще, я делаю вид, что я его завариваю, просто на нулевую воду и надеюсь вы снимаете, да? я так понимаю, с Брадоста, да? да, мы снимаем для ютубчика про кофе Вкусили реально вкусно? Это вообще друг отлично мне нравится волос с года ребята, ну что волосы? дайте чизкейк привет, кофейный патруль возвращается, ведь недавно я с друзьями гонял в Тулу и в Калугу, был такой внутренний туризм границы закрыты, поэтому мы ищем альтернативные источники отдыха приятного видео, поехали в Тулу Здравствуйте, мы за кофе, капучино, раф, съели сливки. Съели сливки. А кто съел? Снимаете, да? Да. У меня не спрашивают. Вы против? Ну, хорошо, если я снимаю тогда. Значит, капучино, американо. А есть что-нибудь? Вороночка, вот что-нибудь такое есть? Вороночка есть. Вороночка. А что будет самое такое сладкое? Фиопи, кини. Фиопи, кини. Давайте фиопи. Вот это? Керечи? Да. Керечи или еще вот это крутое? Я бы ее советовал. А свежей что будет? Это февральская? Ну а второе? Вот апрельская. Да. Апрельские есть. Такие еще отголоски карантина. Если хотите посвежее, в плане, чтобы пописли, лучше пройти в Колумбию. Ну давайте в Колумбию, значит. А куда бы вы в Тулу еще посоветовали сходить кофе попить? Кофе Культ. Я буду с Колумбой. Кофе Культ. Прям в той, которая находится на ликерке. На ликерке. Которая там с лабораториями, да? С обучающим классом. Да. А сколько вы в день варите примерно килограмм? А? Котором три? Больше. Больше? Больше пяти? Ну нет. Получается между тремя и пятью, да? Да. Ну получается где-то четыре. Четыре. Это вы как среднее значение почитали? Ну. А это получается будний или выходной? Или мы высчитали между будними и выходными средние значения? Средние поменьше. Средние поменьше. В выходные поменьше. Понятно. Ну в центре же находите, да? Практически. А на чем варите, кстати, американцы? А на чем вы? Это Бразилия P.B.C.R.T.A.O. Бразилия P.B.C.R.T.A.O. Все очень вкусно. Как опишу. Кстати, очень интересно вот услышать мнение людей, которые просто пьют кофе. Мне нравится. Мне нравится, что это не кислый и чистый кофе. Не, мне нравится. Аромат есть? Сахар не хочешь добавить? Нет, я не без сахара пью. Мне нравится. Второе заказал такое? Да, второе заказал. Фестиваль не знаю. Мне настолько гуман. Но второй раз все точно не сказал. Может быть, мы уже, ну как бы, наш сосуд любви, может быть, уже чуть повысился. Мы можем снимать вот. Или чего хоть снимаете, скажи. Мы снимаем для YouTube-чика про кофе. Ага. Вот. Какой рецепт будет? Что еще раз? Рецепт. Ну, брюре-тео. А-а-а-а! Твои вопросы! Столько сложной терминологии. Как заваривать будешь? Я сделаю вкусно. Вкусно. Все. А вы сейчас остужаете воду до нужной температуры, да? Или она выливается по бороду? Выливается. А-а-а. Какая температура будет? Будет 94. Это тоже 93-95, что средняя. Отлично. Говорят, у вас сам угольки тут. Правда говорят. Вообще, я делаю вид, что я завариваю. Просто наливаю воду и надеюсь. А-а-а-а. На февраль, на февральская жарка. Не, это февраль. Это в Колумбии. А-а-а. Смешно, да? Капучино реально вкусно. Реально вкусно? Сахар, и оно сладкое. Может у них молоко. А у нас еще молочная. Нискалактозная, да. Из Ставрополя пока. Нискалактозная из Ставрополя, да? А я чуть-чуть с молоком не то. Да? Нискалактозная. Спасибо. Спасибо. Всегда пожалуйста. Хороший день. Получается, Жек, тебе американо понравился? Мне понравился. Мне понравился. В машину зайдем? Зайдем в машину. Вам капучино понравился? Получается три из четырех. Я пока нет. Давай ты. Первый. Приболею. Ну это покислее. Покислее, да? Да. Я будто это взял. Я ставлю тоже ему плюс. В этом видео мы разыграем пачку нашей новой Эфиопии. Эфиопия от Нордика. Это очень достойная позиция. И пожалуй, не пожалуй, самый дорогой кофе в нашем ассортименте. Пачку кофе. И давайте к нему мы добавим воронку. И к воронке добавим фильтр для воронки. Чтобы вы прям вот смогли бахнуть себе кофейку там, где вы его завариваете. Условия предельно простые. Это лайк, подписка на канал и любой комментарий в описании к этому видео. Я еще знаете, что думаю? Я думаю, что будет интересно сделать такой внутренний туризм. Рассказать про сколько мы ехали до Тулы, сколько обошлась эта поездка. Потому что, мне кажется, у многих есть ступор в голове. Вот, Наташа, ты туризмом занимаешься? Есть такое? Типа, если отдыхать, то обязательно я должна быть в Анталии. Типа, если я поеду в Тулу на выходные, то это нельзя считать отдыхом, типа, дорогой. Нет, все, это какая-то еб**а. Да. Есть такое? Есть такое, 100%. На самом деле это реально отдых, потому что ты за два дня успеваешь отключиться от своей той жизни просто тотально. Здесь у тебя каждую минуту новая движуха и за счет этого твой мозг просто переключается и реально отдыхает. Да, да, да. Я плюсую. Правда, высыпаешься в новом отеле, новый вид. А если еще менять локацию, вот как мы, например, сделаем, мы сегодня остановились в одном отеле, завтра будем начинать в другом отеле. А может быть, в другом городе, да. Здрасьте. Здрасьте. О, как хорошо у вас тут. О, да, мы прям на выгрузку пришли. Что жарите? Это блайн, пожарил просто под эспресс. Под эспресс. Сколько жарили? Один с половиной. А время развития какое у вас? Минут 45. Минут 45. Под эспресс, да? Да. Мне как-то это некомфортно не нужно. Так. Но вы прям молодец. Слушай, вот здесь прям стильно так, да? Заходишь, место кофе, чувствуется так, да? А можно рассказать, что это все в суть нашу дело? Нет, я так понимаю, из Брадоса, да? Да. А, ну все, я просто человека знаю или все такое. Вот. Один но. Здесь уже лучше, чем там, да? Да, точно. Точно лучше. Кисло, да? Да, да, да. И сразу по экстракции все четко. Один капюшина. Трав, американо и мне какую-нибудь вороночку. Можно воронку, а еще фильтр. Во, фильтр, я возьму фильтр. Отлично. А вас как зовут? Артем. Артем. Женя, Женя, Таня, Наташа. Интересный формат. Получается, ребята берут зеленочку, СФТшники, Инди, Мусо, Малабар. А на чем будет эспрессо? Эспрессо будет на Эфиопе. На Эфиопе, да? Мы, кстати, вот эту Инди тоже берем. А есть продажи в городе B2C-шные? То есть они оффлайн? Люди приходят к вам или это онлайн? По-разному. То есть, как бы, есть люди, которые заказывают у нас. Есть люди, которые напрямую с нами знакомы. Мы с ними общаемся. Подбираем бленд. Обсознаем, что они хотят встретить. Какая загрузка? Вообще, смотрите. Рост 1,5. У меня загружают бачи, там, 1300-1400. То есть, как бы, 60% от его максимального уровня. Да. Как Скотрау пишет, да? Ну, как из вариантов. Я просто был на лечении у Василия Кузнецова. Да. Как бы общался с ними, потому что это оптимально. Это соотношение комплекции и калорий. Да. Сколько в день примерно варите? Не знаю. Чашек может быть 70. Около килограмм в день, да? Да, у нас примерно. Ага. У нас молоко под эспрессией и под молоком. Ага. Быстро расходят с пачки, да? 23.07. Ну, свежее. Сильно свежее. Муссонный малабар. Килограмм 1800. Да? Нормальная цена? Как тебе? Давай, давай. Если сравнивать ремонт, как тебе дизайн? Если сравнивать ремонт. Ну, тут лучше. Ну, как ты вчера сказал, черно-белый дизайн решает. Решает. Ну, вот это вот прикольное решение. ЦСП. А что это? Руанде. 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 Мы-то натуральное. Мы-то. Слушай, ну горячевато чуть-чуть. Ну, если... Я думаю, на остывание как бы будет поинтереснее, но баланс хороший. То есть, ничего не вылезает, тот язык обжигается. Варка почему-то 94 градуса выдает. То есть, это многовато, мне кажется. Да не, нормально. Если она всю дорогу 94 выдает, то нормально? Ну, нет. Просто она там импульсом подает. А сколько заваривать? Какое? Вообще, я свою технологию делаю. 60 грамм на литр или сколько? Сколько? Я варю 94 грамма с крупным помолом, чтобы время их тракта сохранить. Ага. Это сейчас будет, да, идти, и я потом как плохо буду. Нет. Если у вас своя технология, то есть это... Нет, просто я варю на 2 литра. На 2 литра, да? Я понимаю, что... 94 грамма, да? Да, 94 грамма. А общее время заваривания? 4 с чем-то. Нормально. Да, да. То есть, все время контакт такой сладой, адекватный. Поэтому... То есть, есть чуть-чуть, получается, то и байпас еще и получается. Хорошо. Да, я плясу это, я думаю, это хорошее. Да, не сравнивало в один день, грубо говоря, в 15 минут. Несколько напитков. Несколько напитков одинаковых. Да. Это вообще другая причина. Просто, ребята, он реально другой плотности. По-другому взбита пена. Концентрация кофе сама по себе даже другая. То есть, вот тот был такой плотный, но не мягенький. Я бы даже так сказала. Приятный. А этот чуть-чуть такой, чуть-чуть поречье, менее взбитая пена. Вот это. Но он неплохой. Неплохой. На мой взгляд, пенка пенка должна быть такая более... Пожирнее. Да. Пожирнее. Это чуть-чуть такая вот... Хотя тот тоже был на несколько калоритовый. Несколько. Несколько. Да. Американ, на 4-х не справишься? Да. На 3-х. То есть, два двойных. То есть, а какая такова? 19-я. То есть, тебе 40 грамм кофе свалить туда, Жек? Да. И вам, и вам хорошее. А, посчитай, точно, да. Я, кстати, мы были, делали кофейную патруль с кельцом по Москве. И мы зашли в Эрну. Вот. Попили. Он шпион мира по обжарке. Мы попили. Такие, все, спасибо, пошли, выходим. И она так ведет, и все, мы забыли заплатить. Очень дорого, наверное, сейчас. А мы денег заплатили? Ровно в счетах, как сейчас. Да нет, тебе не надо пивать. это они занимаются 4 эспрессо в американо это лучше не готовить такой американо то что человек может двинуть двинуть кони если он это выпьет получается здесь объем 400 но это очень крепко вкус горьковато то есть есть кислый да есть вот тот который перед этим был нанкут баланс вот прям не тот зашел хорошо а вот и примут пью и прям горько тем сахар туда не у меня фильтр действительно хороший он более пупа более плотным чем 1 там была воронка да мне нравится даже больше чем-то это на самом деле дать я сегодня только про это думал все нарушают закон да все все нарушают закон просто у кого-то вот для нас от норма уровень нормы для кого-то уровень нормы сорвать и триллиард из бюджета правильно вы слышали что она сказала василий третий ну василий третий вам должен быть известен василий третий он же был с отцом его его него василич они на экскурсию пришли они не знают откуда они даже не знают а в топ-3 какие входят пряники которые у вас покупают топ-3 пряники давайте яблоко и сгущенку всегда кажется что чужой газон красивее но здесь интересно такие локации хорошее можно взять погонять одно из первых что бросается в глаза большое количество локаций вот таких вот локаций можно просто почилить пофоткаться на набережные были так мы финале мо кофейный движ в туле кофе культом на ликерке воронку какую-нибудь или фильтр кофе есть осталось от озон британский на ваш на ваш не очень и я послачь покислоте люблю серьезно ну давайте попробуем британских обжарщиков темно обжарка что-либо в рауне банановый рауне это раф банановый брауне а раф банановый брауне нет есть банановый раф с банановым сироп много бананов слишком банановые вечеринки нам не нужны один, два, два Жека, а ты будешь что? Американо? нет, я буду... я запутался банановый брауне это один напиток мы его все бьем вот они его взяли два я взял в воронке какой-то кофе который будет горько да я буду тоже банановый брауне давать ооооо а сколько день вы варите кофе? здесь на этой точке примерно сколько по времени? килограмм а, килограмм? да, в день здесь варить это трудно сказать, за дня зависит ну примерно ну, пять проходят пять проходят, да? опа-па волос бода ребят, ну что волосы? дайте чизкейк ну, кофе, как он и говорил то есть у меня кофе нет претензий потому что он сказал, что он будет таким и он стал таким то есть нужны с реальностью горький кофе я думаю, что никому такой понравится да я думаю, что это прям твой такой, знаешь горький шоколад табак да не кислый не кислый и не слишком горький и не хочется сахарку добавить да? вот такой прям он с десертом да по кофе, наверное, слабее всего, да, было здесь? ну, мне кажется, мы взяли немножко не то, что надо было брать да, надо было брать то, что мы сравнивали до этого потому что в банановом Рафе был банан и брауни в брауни мы искали как десерт а оказался он внутри кофе мой зефирный рулет или какой-нибудь безэшный был хороший сколько вся эта история стоит и более подробная информация есть у меня в инстаграме я написал на эту тему пост поэтому, если вам интересна тема внутреннего туризма и сколько он обходится по деньгам то переходите по ссылке в описании к этому ролику здесь также появится мой инстаграм и почитайте, если будет интересно вот такое получилось видео если вам зашло, ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забывайте про конкурс а мы с вами увидимся скоро пока-пока